Всем привет! Продолжаем знакомиться со знаменитыми художниками. Сегодня я вам расскажу немножко о Якопо Пантормо, стоящее имя Якопо Коруччи. Это итальянский живописец, представитель флорентийской школы, один из новоположников маньеризма. Пользуюсь я википедией, скудная очень информация, ну вот и одновременно пользуюсь справочником галереи Уфици, купила ее Флоренция. Очень интересный справочник. Так вот, родился Пантормо в Тоскане в 1494 году в семье живописца Коруччи. Учился в основном мастерской Андреи де Сорта вместе с Россо Фьюрентино. С которым сотрудничал в ранний период. Жил в основном во Флоренции. Одновременно он учился у Пьерро де Козимо. В ранних работах сказывается влияние Леонардо да Винчи и Сорта. Это роспись Люнетто. А Люнетто это тугообразная часть творчества алтаря или полукрулые картины на античных стеллах на вилле Медичи Паджо Каяна. Позднее большое влияние на его творчество казалось знакомство с гравюрами Дюрера. Постепенно Пантормо отходит от традиции Ренессанса. Значительные работают Эта Христос и Мауси. Потрясающая картина. Находится она в галерее Уфици во Флоренции. Произвела впечатление Мадонна со святым Иосифом Иоанном Крестителем в Эрмитаже в Петербурге. Встреча Марии и Елизаветы в церкви Сан-Микеле Краминьяна. Первое значительное его произведение это фрески в церкви Сантиси Аннунциата во Флоренции. Пантормо стал один ведущий представителем манеризма сложившийся во Флоренции в первые десятилетия 16 века. Когда в городе наблюдалось оживление художественной деятельности в связи с возвращением Медичи в 1512 году и избранием на папский престол Льва 10 Медичи сына Лоренцо Великолепного. Как написано в справочнике Уфицы Пантормо, ученик Андрея де Сарта, в своих ранних работах следует приемам учителя. Поистовательная манера, порядочный ритм, композиция. Это фреска Мадонна с четырьмя святыми около 1514 года. В 1518 году он пишет свой первый алтарный образ Мадонна с пятью святыми для френтийской церкви Сан Микелия Вездомы, не слишком придерживаясь привычных иконографических правил. Очень интересен ансамбль Пантормо в капеле де Капоне в церкви Санта Филичита во Флоренции, алтарный образ положения в огроб и фрески Благовещения и Евангелисты в 1527 года. Но надо сказать, что, к сожалению, многие творения Пантормо не сохранились. О них мы можем судить лишь по подготовительным рисункам. Вот это росписи на виллах Кареджи и Костелло, а также по записям в дневнике, сделанным самим художником и описанием знаменитых Вазари, искусствоведа, родначальника искусствоведения. После отъезда Рафаэля Микеланджело Пантормо играл ведущую роль в развитии флорентийской живописи. Его единственным учеником был приемным сын Бронзина, хотя многие ученики Поппи, Вазари, Сальвати повторяли открытие Пантормо, продлевая век флорентийского манеризма. Он являлся выдающимся портретистом, умеющим остро очертить душевную жизнь своих моделей, представленных обычно замкнуты одинокими на непроницаемом темном фоне, как пишет Википедия. Блестящий рисовальщик Пантормо оставил значительное графическое наследие. В последние годы вел более отшельнический образ жизни, проединяясь в своей мастерской. Умер Пантормо во Флоренции в 1557 году. Как написано в справочнике галереи Уфиции, ученик Андрея Дель Сарта Пантормо в своих ранних работах следует приемным учителем. В повествовательной манере, упорядоченными ритмами композиции. Портреты, принадлежащие кисти Пантормо, очень точные в передаче черт моделей. Они интересны не только этим внешним сходством, сколько проникновением художника в духовный мир и характере персонажей. Ну вот и все, что я нашел в интернете. В справочнике галереи Уфиции о знаменитом итальянском художнике, живописце, представителе флорентийской школы Пантормо. Настоящее имя Якопо Каручи, который являлся одним из основоположников маньеризма. Все, всем пока, всем привет, посмотрите работу. До новых встреч, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»